Раиса Васильевна в зале, поэтому можем продолжить нашу работу, но сначала давайте зарегистрируемся. Пожалуйста, включите режим. Продолжение следует. Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, фракция ЛДПР предлагает принять поправки названные. Мы предлагаем рассматривать наш бюджет не только как инструмент безусловного выполнения расходных обязательств Российской Федерации, но и как инструмент развития. И вот такими точками роста, кроме той, о которой мы говорили в таблице поправок номер один к принятию, это дорожное хозяйство, мы считаем, сюда же следует отнести и строительную отрасль. Дело в том, что общеизвестный факт, что одно рабочее место, которое создается в строительстве, дает дополнительно 10 рабочих мест в смежных отраслях. В связи с этим мы предлагаем дополнительно направить 20 миллиардов рублей на увеличение фонду капитального строительства, фонду ЖКХ для капитальных ремонтов. Здесь, кроме строительной составляющей и новых рабочих мест, мы… Еще две минуты. Одну минутку, пожалуйста. Очень важная составляющая социальная – это снижение износа аварийного ветхого жилья. Здесь же мы предлагаем в этой сфере добавить по программе «Молодая семья», дополнительно 2 миллиарда, как одна из самых эффективных и очень значимых социальных программ на уровне субъектов. Прошу поддержать данные поправки. Андрей Михайлович, пожалуйста. Спасибо, уважаемые коллеги. Я хотел бы обратить внимание, что у нас очень серьезная действительно была работа в комитете. Я вообще благодарен всем авторам, которые выносят свои поправки на голосование, позволяют обсудить эти темы. Не ставя под сомнение важность поднятых тем, хотел бы обратить внимание, что источником для первой, например, поправки является программа развития Калининграда. Мы полагаем, что нельзя просто взять, снять с одной программы и переставить на другую, просто считая, что будем делать по той программе, с кого снимаем деньги. Поэтому этот вопрос не может быть поддержан. Аналогично, скажем, когда авторы ставят вопрос о поддержке за то, безусловно, надо с этим согласиться. Но когда предлагается снять от железнодорожного транспорта, ну тут же возникают вопросы, а почему приоритет за то, а не железнодорожный транспорт. Поэтому, уважаемые коллеги, с учетом источников предлагаются эти поправки отклонить. Ставлю на голосование поправку 165. Включите режим. Покажите результат. Поправка отклонена. Ставлю на голосование поправку 241. Включите режим. Покажите результат. Поправка отклонена. Ставлю на голосование поправку 242. Включите режим. Покажите результат. Поправка отклонена. Сергей Михайлович Катасонов. Две поправки. 302 и 309. Две минуты. Уважаемые коллеги, мы действительно сегодня таблицей поправок номер один направляем региону дополнительно средства на кредитование на уровне 15-го года. 310 миллиардов. Это все правильно. Но я прошу обратить внимание, и особенно Министерство финансов, что у нас долг коммерческий и, внимание, валютный у субъектов составляет уже порядка, но уже приближается к триллиону рублей. И интересно, если мы посмотрим ставка, по которой кредитуются у нас субъекты по валютным кредитам, в Адыгее 16,5%, а средние 10%. Поэтому нужно ставить вопрос не только помощи сегодня субъектам по тем кредитам, которые мы гасим, а я напомню, что в следующем году у нас гашение 400 миллиардов, а мы даем только 310. Поэтому нам необходимо категорически немедленно решать о замещении валютной составляющей в субъектах по кредитованию. По оценке счетной палаты 40% практически. И посмотрите ставки, они просто сумасшедшие. Я думаю, что не случайно Андрей Михайлович в начале своего выступления нам цитировал динамику по снижению цены на нефть. Я думаю, ни у кого в этом зале нет сомнений в том, что она коррелирует с единичкой, с курсом рубля. И нам для того, чтобы вы сместите эти 3 триллиона, которые мы теряем из-за снижения, у нас другого пути, кроме девальвации, нет. Поэтому сегодня, если у нас субъекты тратят на обслуживание внутреннего долга уже больше, чем все здравоохранение федеральное, чем все образование федеральное, это уже 640 миллиардов. Но в конце концов мы должны закрыть эту тему. Поэтому вопрос замещения валютных кредитов субъектов, это сегодня на повестке дня. Нужно эти поправки принимать. И министру финансов, и, я думаю, бюджетному комитету. Конечно, нужно этот вопрос закрыть. Иначе мы… Андрей Михайлович, пожалуйста. Коллеги, я продолжу на самом деле поправку за Сергея Михайловича, у которого кончилось время. Он закончил ее словами «иначе». Так вот, я продолжу, что иначе. А иначе нужно провести серьезнейшую работу для того, чтобы оценить качество. Я подчеркиваю, качество кредитов. Потому что на самом деле эта поправка предлагает вот просто взять и решить, что вот это все надо замещать и так далее. Тем более, обратите внимание, иностранные кредиты, то есть это то, что брали у иностранных банков. Это то, что брали. На самом деле мы прекрасно знаем с вами, что очень часто берутся кредиты не для того, чтобы решать реальные проблемы, а для собственного пиара. Давайте уж так вещи называемые. Счетная палата нам об этом очень много раз говорила. Так вот, мы на самом деле не просто увеличили до 310 миллиардов кредитную поддержку регионов. Мы одновременно дали поручение правительству осуществлять постоянный мониторинг состояния региональных и муниципальных, давайте не будем забывать о муниципальном уровне бюджетов. В случае необходимости выйти с предложениями об оказании помощи, потому что у нас очень много решений было принято, которые влияют на региональные бюджеты. С другой стороны, в этом же проекте постановления, которое мы предлагаем сегодня принимать, мы предлагаем счетной палате проконтролировать эту деятельность и дать нам всю необходимую информацию. Если понадобится принимать какие-то реальные меры, у нас будет это возможность сделать при ближайших правках бюджета. Я полагаю, что это все равно нам предстоит сделать весной. Тогда давайте посмотрим, но давайте проведем работу изучения, а не просто так огульно будем говорить, мы все спишем, мы всем все простим и так далее. Все списать не удастся. Поэтому еще раз хотелось бы обратить внимание, эти две поправки также предлагаются отклониться, сосредоточиться на той работе, которую предлагает сделать бюджетный комитет, который содержится в восстановлении Государственной Думы. Спасибо. Ставлен голосованием поправку 302. Включите режим. Покажите результат. Поправка отклонена. Я не хочу сейчас говорить, какие проблемы существуют у нас с автомобильными подстанциям скорой помощи. И есть постановление, которое говорит, что необходимо ежегодно на 20% заменять или обновлять автотранспорт. Мы предлагаем, всего лишь предлагаем эту проблему решать в рамках тех ассигнований, которые предназначены Минздраву России в разделе «Национальная экономика» на закупку лекарственных препаратов, диагностических средств и антивирусных препаратов. Мы просто предлагаем дополнить словами и закупка автомобилей скорой помощи. Вот здесь мы не видим никаких противоречий, дополнительно денег не надо, ничего не надо. Просто разрешить на эти деньги и закупать из машины скорой помощи. Андрей Михайлович. Уважаемые коллеги, дьявол, как известно, кроется в деталях. Никто не против, чтобы приобретались машины скорой помощи. Но обратите внимание, вот сколько мы говорим о том, что не хватает денег на здравоохранение, что необходимо давать дополнительные средства и так далее. А ведь вопрос всё равно будет стоять при определении приоритетов. И вот вопрос, как определяются эти приоритеты. То, что предлагает Сергей Иванович, он предлагает отдать это право делать бюджетной росписью. А мы с вами вот все эти годы боролись за то, чтобы с этими предложениями приходили сюда, в Государственную Думу, и, простите, комитет по здравоохранению, который вы сейчас возглавляете, принимал решение, что является приоритетом, и выносил это на рассмотрение Государственной Думы. А не кто-то бюджетной росписью это сделает. Это вопрос не о том, нужно ли помогать скорой помощи. Это вопрос о том, будет ли участвовать в парламент в определении приоритетов. Поэтому эту поправку мы тоже предлагаем отклонить. Спасибо. Ставлю на голосование поправку 318. Включите режим. Покажите результат. Поправка отклонена. Борис Сергеевич Кашин. Поправка 239. Уважаемые депутаты, это наша совместная с депутатом Катасоновым поправка предлагает взять 4 миллиарда из вноса в уставной фонд РЖД, которую новую Панаму, Москва-Казань, начинает развивать, и уменьшить у них там возможные откаты, и передать на переселение из ЗАТО. Сейчас по нынешнему плану только 200 человек или 1% желающих переедет. Но среди этой категории есть та категория, это ветераны вооружённых сил, которым обещал переезд. В 2014 году уже президент, на которого вы любите ссылаться, обещал министр обороны, и никто ничего не делает. В этом вот за последний созыв абсолютно по нулям. Когда был заместитель министра Силуанов, отвечал за это дело, был прогресс. Сейчас, как представитель правительства, ничего не может нам министр финансов сказать. Я всё-таки предлагаю вот эту тему, которая уже всем, как говорится, очевидна в правительстве, но из-за бюрократизма полного не могут найти правильный механизм, хотя деньги находились. Я предлагаю всё-таки, чтобы министр финансов прокомментировал. Вы позволите? Андрей Михайлович, пожалуйста. Спасибо. Что хотелось бы, на что обратить внимание? Если Борис Сергеевич Кашин сказал, что Панама, значит Панама. Не Тюбетейка, не Кепка, а именно Панама. Но, насколько я понимаю, это определение не имеет отношения к поправке. В данном случае речь идёт о том, что предлагается снять просто с РЖД эти деньги и направить их на зато. Хорошая идея. Просто это не имеет отношения к Москва-Казань. Это имеется в виду все проекты, которые касаются железной дороги. Я могу сказать, с чего реально снимаются деньги. Но меня больше волнует другое. Нельзя просто так выделять деньги на зато. Необходимо, чтобы законом, я подчёркиваю, или как минимум федеральной целевой программе было написано, на что они будут направляться. Но нет этих направлений федеральной целевой программы. А мы вместо того, чтобы работать над федеральной целевой программой, устанавливать цели, контролировать эти средства, мы предлагаем просто так дать денег на тему, которая не существует нигде. Спасибо. Ставлю на голосование поправку 239. Включите режим. Покажите результат. Поправка отклонена. В. Анатольевна Гонзия. Поправка 269. И 174. Уважаемый Сергей Евгеньевич, Андрей Михайлович, коллеги. Суть поправки в том, что добавляются средства на программу строительства школ в размере 65 миллиардов рублей. Дело в том, что мы считаем, что в этом году, в следующем году, средства должны быть направлены на первый год реализации программы. А сама проблема просто перезрела. 36 человек в классе – это вынужденная оптимизация, потому что школ просто не хватает. Поэтому 65 миллиардов как раз помогут эту проблему решить лучше и больше. Второе основание, почему поправку нужно принимать, она позволит уменьшиться финансирование региона при соответствующем изменении в 134-е постановление до 5%, с 30. Андрей Михайлович. Спасибо. Уважаемые коллеги, на самом деле, понимая всю важность проблемы, и понимая, что мы можем оперировать любые цифрами, 65 миллиардов или сколько-то ещё, но когда мы говорим, тем более вторая поправка тоже очень важная, вроде классное руководство, тоже вроде работа учителя спорит вообще. С чем спорить? Ну вот смотрите, давайте всё-таки посмотрим. В ситуации, в очень сложной экономической ситуации, мы находим не просто средства. Вот все здесь говорили, и вот Вера Анатольевна первая, например, выступала на Комитете по бюджету, и говорила, необходимо, необходимо, чтобы средства были направлены на программу школ. Укажите конкретную сумму. Вот нашли 50 миллиардов, указали. Вот всё-таки ремонт аварийных зданий школ, где сейчас учатся дети, нам кажется приоритетно по отношению ко всему. Третья смена – это качество образования, это приоритетно. Но давайте всё-таки решать проблемы по их поступлению. Всё сразу невозможно. Мы предлагаем отклонить поправку. Я об источниках даже не говорю. Спасибо. Коллеги, Вера Анатольевна обосновала поправку 174. Ставлю на голосование поправку 174. Включите режим. Покажите результат. Поправка отклонена. Вера Анатольевна гензер, поправка 269. Уважаемые коллеги, это поправка 18 миллиардов рублей на выплату классным руководителям. Дело в том, что, чтобы чему-то научить, нужно воспитать сначала. Воспитать приезжание, воспитать ответственность и так далее. Вопросы воспитания сейчас выходят на первый план. Поэтому эта поправка сегодня поможет решить нашу самую насущную проблему. Более того, в связи с тем, что будет пересмотрена методика расчёта средней заработной платы, уменьшится зарплата учителям, в том числе и классным руководителям. Поэтому вот эта поправка, она поможет достойно выдержать майские указы президента и не уменьшать зарплату. Спасибо. Спасибо. Андрей Михайлович обосновал. Я уже обосновал буквально одна фраза, поэтому я полностью поддерживаю Веру Анатольевну в том, что она сейчас сказала. Воспитание ответственности должно начинаться со школы. Я думаю, что сегодняшнее обсуждение это лишний раз доказывает. А вот поправку поддержать не могу. Спасибо. Ставлю на голосование поправку 269. Покажите результат. Поправка отклонена. Николай Васильевич Коломейцев. Поправка номер 26. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, Андрей Михайлович. Ничего личного, никаких лоббистских интересов. Желание помочь правительству реализовать хотя бы одну программу, которая предусмотрена постановлением 1432. И, кстати, исполняется. Плюс 27 процентов, отгрузка 85 процентов. 39 предприятий, 130 тысяч работающих. Но программа есть. Вот, чтобы не было никаких нюансов. Дворкович поддерживает. Ткачев поддерживает. А лоббистская группа вредителей не поддерживает. Понимаете? Это деньги, которые уже использованы. И помогают возрождать отечественное. Я прошу поддержать. Всего надо добавить 6,1 миллиард. Спасибо. На производителей сельскохозяйственной техники. Российских, подчеркиваю. Ни Джон Дир, ни Массей Фергюсон, ни Фэн. Очень сложно спорить с человеком, который читает в подлиннике Менделеева. Поэтому в данном случае хотел бы обратить внимание, что тоже в ответе ничего личного. Итак, первое. Именно понимая значимость этой поправки, поскольку, если я не ошибаюсь, таких поправок у нас было внесено где-то полтора десятка. Вы знаете, судя по всему, это когда одна и та же мысль приходит в голову разным людям. Это значит, действительно мысль стоящая. Жаль только, что она пришла в голову одновременно с одинаковой грамматической ошибкой во всем тексте поправок, которые как под копирку. Дело не в этом, это не проблема русского языка, я с вами согласен, проблема другая. Коллеги, я хочу просто обратить внимание на одно. В постановлении Государственной Думы мы предполагаем правительству рассмотреть этот вопрос из антикризисного фонда. Вот это деловой нормальный подход. Давайте рассмотрим. А что касается исполнения, я вот специально поднимаю бумагу о том, что на сегодняшний день использование этой программы составляет 38,5% в размере 1,6 миллиарда. Можете посчитать, сколько осталось? Спасибо. Ставлю на голосование поправку номер 26. Покажите результат. Поправка отклонена. Николай Васильевич не только в подлинке читает Менделеева, но иногда и перепроверяет результаты его исследований по оптимальному соотношению ряда химических веществ в одном продукте. Владимир Николаевич Федоткин, поправка 213. Уважаемые коллеги, поправка касается строительства больницы, скорой медицинской помощи в Рязани. Больница в ужасном состоянии. Я просил заложить на начало строительства 70 миллионов рублей. Мы вот когда рассматриваем здесь инвестиционные программы, мы часто говорим, что очень много объектов нет, проектно-смертная документация даже на 1 октября, даже на 1 ноября. У нас в данном случае есть и проектно-смертная документация, есть и заключение экспертизы, есть разрешение на строительство. Это в отличие от того, что целый ряд объектов, мы на комитете говорили, включены в программу без этих документов. Есть у нас в программе в поправках принятых такие объекты, скажем, как там театр какой-то. Представьте, больница скорой медицинской помощи. Не оказали, человек умер. Нужен ему театр. Конечно, он не нужен. Кроме того, у нас осталось нераспределенным по ФАИПам, по-моему, где-то около 4 миллиардов рублей. Андрей Михайлович, пожалуйста. Спасибо, уважаемые коллеги. У нас по ФАИПам останется гораздо больше денег, когда выяснится 1 апреля, когда мы получим, наконец, окончательные данные, по кому нет документации. Хотел бы обратить внимание, что мы с вами год тому назад приняли решение, что теперь никто не сможет перераспределить эти средства без контроля Государственной Думы. К нам придут сюда, и мы будем законно это устанавливать. А вот теперь я хотел бы просто обратить внимание. Это то, что мы с вами проголосовали в поправке. Рязанская область, стационарный лечебный корпус на 168 копеек Рязанской клинической больницы имени Семашко. Мы выделили деньги. О чём идёт речь? Какой больница, которая вводится в 2016 году? Тот объект, о котором говорит Владимир Николаевич, о чём он говорит? Он абсолютно правильно говорит. Важнейший объект скорой помощи. Сколько он стоит всего? 4 с лишним миллиарда. Когда срок введения этого объекта предлагается? 19-й год. Предлагается на 16-й год в поправке выделить 70 миллионов. Ну и что с этими 70 миллионов делать? Так лучше выделять сразу, реально понимая, что это построят. Спасибо. Ставлю на голосование поправку номер 213. Включите режим. 34 и 41 он просил вместе. Покажите результат. Поправка отклонена. Олег Николаевич Смолин. Две поправки 34 и 41. Пожалуйста, две минуты. Уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Евгеньевич, я буду выступать в личном качестве и начну с трёх вводных. Первое. Я благодарю бюджетный комитет и правительство за то, что целый ряд вопросов были решены. Ко второму чтению особенно за вопросы, связанные с возвращением на уровень 15-го года финансирования программ поддержки инвалидов и программы «Доступная среда», которая увеличена. Второе. При этом, уважаемые коллеги, Государственная дума – это орган не только законодательный, но и представительный. И каждый, кто избирался по одномандатным округам, а у меня это пять раз, слышал миллион раз. Вы, если не можете решить, хотя бы поставьте вопрос, чтобы депутаты знали, что такой вопрос существует и, может быть, когда-нибудь будет решён. И третье. Я член профсоюзной группы «Солидарность» много-много лет, и предложения, которые я буду озвучивать, это либо предложения профсоюзов, либо предложения ветеранских организаций. Я себя не считаю специалистом во всех областях. Теперь суть поправок, коллеги. Мы рады, что сельское хозяйство – это почти любимое дитя у правительства и Государственной думы. Расходы сохранены и даже увеличены ко второму чтению на следующий год, но аграрные профсоюзы просят проиндексировать эти расходы на уровень официальной инфляции. В следующем году аргументация такая. Первая. Доля от бюджета на поддержку сельского хозяйства – 90-й год – 19%, 98-й – 3%. Сейчас после всех повышений – 5%. До нацпроекта поддержки АПК было 0,4%. Просят хотя бы проиндексировать на инфляцию. И второе. Санкции, связанные с Турцией, появились только сейчас. Они ещё не могли быть учтены. Предполагается, что если мы не поддержим сельское хозяйство, произвёт повышение цен на овощную продукцию. Естественно, цитрусы заменить не сможем, а вот помидоры и огурцы, наверное, сможем заменить. Спасибо. Андрей Михайлович. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хотел бы в ответ просто поблагодарить Олега Николаевича, на самом деле, депутатов Терентьева, Шивцева, которые очень много сделали на стадии работы с бюджетом. Именно для того, чтобы решить проблемы, связанные с инвалидными организациями. Мы понимаем значимость этой темы, и очень хорошо, что... Спасибо, что есть люди, которые постоянно отстаивают эти интересы. И, как справедливо сейчас Олег Николаевич сказал, ставят этот вопрос для людей в Государственной Думе. Вот поставили эти вопросы, и они были решены. Теперь с точки зрения того, что касается предложений распределить насильское хозяйство. Я даже сейчас не буду обсуждать возможность увеличения инфляции. То, что мы уже сделали, это предел наших возможностей. Но даже не расписано на что, просто на село. А дальше куда их будет, кто будет это решать? Нам кажется, что это должен делать парламент. Поэтому в данном случае мы не можем поддержать эту поправку, независимо от того, что я прекрасно понимаю, что люди, которые попросили средства дополнительные на сельское хозяйство, конечно, их не на то, чтобы их украсть, а из... Спасибо. Ставлю на голосование поправку 34. Включите режим. Покажите результат. Поправка отклонена. Ставлю на голосование поправку 41. Включите режим. Покажите результат. Поправка отклонена. Олег Николаевич Смолин. Поправка 184. Влекательно. Уважаемые коллеги, поправка номер 184 предполагает увеличение средств в объёме 72 миллиардов рублей на стипендии для студентов. Мы понимаем, что сумма очень большая, но хотел бы напомнить, а, что это требование Российского студенческого союза и профсоюза работников образования и науки, б, что, соответственно, министр образования и науки, по-моему, трижды за этот год обещал, что стипендии будут повышены, в, что у нас нет, Андрей Михайлович, сейчас никаких неадресных стипендий, уже два года действует новый закон, по которому все студенты стипендии не получают, но и г, что сейчас студенческая расчётная стипендия составляет порядка 1400 рублей, при проживочном минимуме около 10 тысяч за второй квартал текущего года, да, это 14 процентов. Мы получали когда-то 80 процентов от стипендии, поэтому учились лучше. Спасибо. Андрей Михайлович. Спасибо, Олег Николаевич. Я думаю, что мы всё-таки люди примерно одного поколения, и я хорошо помню, как мы жили на стипендии, как ездили в строотряды, как зарабатывали для того, чтобы жить. Поэтому я думаю, что говорить о том, что вот раньше было всё хорошо, поэтому хорошо учились, а вот сейчас, ну, я думаю, что это не очень корректно. Честно говоря, сейчас хотел бы обратить внимание, опять же, что предлагается? То, что мы могли сделать, направить именно на тех студентов, кто нуждается. А вот это, простите, надо отрабатывать порядок, это надо контролировать, это надо сделать так, чтобы это отдали именно тем, кто нуждается. Вот эти средства, которые мы смогли найти, здесь даны. Всё остальное предлагается сделать за счёт один источник. Те средства, которые мы зарезервировали для того, чтобы использовать их в соответствии с решениями президента. В той ситуации, в которой находится страна, мы считаем, что этот источник сегодня трогать нельзя. Поэтому предлагаем отклониться. Спасибо. Ставлю на голосование. Поправку 184. Включите режим. Покажите результат. Поправка отклинина. Олег Николаевич Смолин. Поправка 185. Уважаемые коллеги, поправкой 185 мы просим, опять-таки, много денег, 33 миллиарда на реализацию указов президента в отношении заработной платы преподавателей высших учебных заведений. Хочу напомнить, что сейчас по-новому рассчитана средняя заработная плата в проекте бюджета, и поэтому можно, в принципе, даже снижать заработную плату, но при этом майские указы президента выполнять. Федерация независимых профсоюзов России, которая требует исполнения майских указов, профсоюз работников образования и науки, с этим не согласны. Хочу заметить, что пока указ президента во многом исполняется за счёт интенсификации труда. Нагрузка российских преподавателей по сравнению с нашим университетом повысилась примерно в полтора раза. Это сказывается прямо на качестве образования. Просим поддержать реализацию указа. Спасибо. Андрей Михайлович. Спасибо, коллеги. Мы тоже считаем, что указы надо реализовывать. Может быть, даже мы в первую очередь считаем, что указы надо реализовывать. Поэтому давайте просто посмотрим, какие средства выделялись. 2013 год – 26,7 миллиарда рублей. 2014 год – 38,3 миллиарда рублей. 2015 год – 41,3 миллиарда. Следующий год – 42 миллиарда. Вот просто обратите внимание, как растёт эта цифра. Кстати, если мы возьмём статистические показатели, мы увидим, что на сегодняшний день, в соответствии с указами, а там же не разовое увеличение, там график. Вот на сегодняшний день этот показатель у нас превышен на 18,9%. Я не хочу, чтобы мы рассматривали это как главный аргумент, потому что на самом деле в значительной степени согласен и с интенсификацией труда, и вот с тем, что говорит Олег Николаевич. Но, коллеги, давайте говорить о тех возможностях, которые сегодня имеет государство. Опять источник тот же самый – решение президента. Мы отдали это на возможность решения президента. «Посылаетесь на президента, так пусть он примет это решение». Спасибо. Ставлю на голосование поправку 185. «Включите режим». Покажите результат. Поправка отклимена. Олег Николаевич Смолин. Поправка 245. Уважаемые коллеги, поправка 245-я постановочная. Мы просим аж 50 миллиардов рублей на то, чтобы реализовать многократно рассматривавшиеся в Государственной Думе законопроекты о поддержке трожников тыла и последнего призыва. Цифра действительно не совсем счётная. Когда-то мы начинались более чем 200 миллиардов рублей, тогда цифра была счётная. Трудно посчитать, сколько людей умерло за это время, поэтому расчёты приблизительные. Но проблема тружеников тыла… Мы поддержали фронтовиков, и слава Богу. Тружеников тыла поддержали очень плохо. Последний призыв практически никак. Просим обратить внимание Государственную Думу на эту проблему хотя бы после 70-летия победы. Спасибо. Андрей Михайлович. Коллеги, на самом деле, давайте я не буду сейчас… Я просто скажу ещё раз. Источник тот же самый. Резерв, который можно тратить по решениям президента страны. Вот если вы посмотрите сейчас предложение всех фракций, которые по этому источнику, вот этот резерв уже превышен в пять раз. В пять раз. Вот пять вариантов. Вот надо иметь пять таких резервов. Вот мы сейчас рассматриваем каждый раз, а он один, других не будет. И его надо иметь вот при исполнении этого бюджета. Останутся деньги. Давайте будем рассматривать приоритеты. Но сейчас давайте всё-таки посмотрим, как развивается ситуация. Пока она развивается очень неблагоприятно. Я, конечно, могу ещё раз повторить цену на нефть. Могу повторить. Я думаю, что все их и так знают. Спасибо. Помним. Ставлю на голосование поправку 245. Включите режим. Покажите результат. Поправка отклонена. Олег Николаевич Смулин. Поправка 271. Уважаемые коллеги, поправкой 271 мы просим аж 127 миллиардов рублей на доведение минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума. Причём честно пишем, что возможно это в данном ситуации только за счёт увеличения дефицита бюджета. Я понимаю, что нарушаю правила, но хочу обратить внимание, что это ключевое требование Федерации независимых профсоюзов России на протяжении едва ли не 20 лет. Более того, это было ключевой позицией программы партии «Единая Россия» на выборах 2007 года. И в 2008 мы в большей степени приблизились к исполнению этого требования. Мы, естественно, его поддерживали. Но сейчас, чем дальше, тем больше мы удаляемся по минимальной заработной плате от размеров прожиточного минимума, в том числе и в 2016 году. 6,204 при прожиточном минимуме работающего человека 10,800 – это ни о чём и последнее. Пока мы не приняли закон о прогрессивном подоходе налоги, я не могу поверить, что в стране нет денег на повышение зарплаты самым бедным. Спасибо. Амель Николаевич. Спасибо. Вопросы веры не входят в предмет обсуждения бюджетного кодекса. Поэтому хотел обратить внимание только на два обстоятельства. Первое – то, что сказал Олег Николаевич. Он понимает, что нарушает правила. Это не правила. Это норма закона, которая говорит, что дефицит – это предмет первого чтения. Если дефицит определён в первом чтении, во втором его изменить нельзя. Вот это первое, может быть, и самое главное. Но в заключение хотел бы сказать, что я очень благодарен Олегу Николаевичу, я так понимаю, всей фракции КПРФ, что они стали внимательно изучать программу «Единой России». И мы вовсе не возражаем, если положения из программы «Единой России» перенесутся в программы других партий, в том числе и КПРФ. Это придаст нам больше реалистичности. Спасибо. Ставлю на голосование поправку 271. Покажите результат. Поправка откуда? На. Николай Васильевич Разворотнев. Поправка 268. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, суть поправки предусмотреть в бюджете 2016 года денежные средства на повышение стипендий студентов средних профессиональных образовательных организаций и довести их размер до 2000 рублей. Я напоминаю коллеги, что сегодняшний академический размер стипендии 480 рублей и обед в студенческой столовой, но в пределах сотни рублей. Поэтому посмотрите, насколько обедов хватает им стипендии. Так что утверждение Андрея Михайловича, что студенты проводят время в ресторане, несостоятельное. На эти деньги можно заказать две чашечки кофе, наверное, без сахара и без сливок. Поэтому прошу поддержать наше предложение. Спасибо. Андрей Михайлович. Спасибо. Николай Васильевич, я не говорил, что студенты проводят время в ресторане. Я сказал, что у нас есть студенты, которые им стипендий за год не хватает на то, чтобы один раз сходить в ресторан. А есть студенты, которые реально бедствуют, но они получают одинаковые стипендии. Я хотел бы при этом на это обратить внимание. Так вот, может быть, всё-таки начать думать о том, чтобы помощь была адресная. И если мы сделаем её адресной, мы сможем увеличить стипендии тем, кто в них действительно нуждается. А сказать, давайте добавим 57 миллиардов и взять его из того же самого источника, в котором уже даже по вашим поправкам не осталось ни то, что ни одной копейки, а мы ещё и должны остались. Вы знаете, наверное, если вы считаете, что именно это забота о студентах, к сожалению, комитет по бюджету с этим не смог согласиться. Мы предлагаем поправку отклониться. Спасибо. Ставлю на голосование поправку 268. Включите режим. Покажите результат. Поправка отклонена. Следующая поправка. Докладывает Виктор Андреевич Коломейцев. Поправка 273. В текущем году дотации субъектам Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы составит 60 миллиардов рублей. На 2016 год предусмотрено только 30. Расчётов о достаточности этой суммы правительство не представило. Поправкой предлагается увеличить финансирование на 30 миллиардов, то есть сохранить его на уровне текущего года. Причём речь идёт не о повышении зарплаты бюджетников, а о сохранении уже достигнутого уровня. Об этом говорила и счётная палата. Эти суммы регионы уже фактически выплачивают. Источник финансирования подраздел «Общеэкономические вопросы», который увеличен по сравнению с текущим годом в 6 раз до 428 миллиардов рублей. Фактически это резервы. А за 2015 год этот подраздел использован всего на 20%. Андрей Михайлович. Спасибо огромное. Виктор Андреевич проводит в Комитете по бюджету огромную работу. И я хотел бы просто здесь выразить ему огромную признательность. И в данном случае, вы знаете, я думаю, именно как профессионал, он и не стал пытаться снимать с каких-то расходов средства, потому что тогда пришлось бы доказывать приоритетность. Тем более он говорит, что 30 миллиардов уже выделено. Поэтому предлагается их просто снять с общего раздела, в котором на самом деле расходов очень много. Но мы прекрасно знаем, что источник должен быть указан конкретно. И вот понимая как профессионал, что такого источника Виктор Андреевич указать не может, он дал такую поправку, чтобы показать важность вопроса. Мы поддерживаем Виктора Андреевича, что проблема действительно очень важная. Мы будем осуществлять мониторинг, благодаря в том числе и той поправке, которую сейчас им Виктор Андреевичу подготовили, помощь регионам будем оказывать, безусловно, в том числе и по этому вопросу. А вот просто так выделить 30 миллиардов за счёт неуказанного источника, к сожалению, невозможно. Предлагаем отклонить. Спасибо, Виктор Андреевич. Андрей Михайлович. Ставлю на голосование поправку 273. Покажите результат. Поправка отклонена. Виктор Евграфович Шудегов. Поправка 166. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, в данной поправке предлагается проиндексировать стипендию студентов в средних профессиональных учреждениях и высших на величину инфляции, о чём неоднократно делал заявление наш министр, а не на 4%, как сейчас предусмотрено в нашем бюджете. Кроме того, мы предлагаем повышение заработной платы для учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. Напомню, что заработная плата нянечки в детском садике 9 тысяч рублей, то есть у воспитателя 9 тысяч, а у нянечки и того меньше. Они вынуждены работать на две ставки и так далее. Предлагается также студентам, которые в год окончания педагогического вуза поступают на работу в школы, выдавать подъёмные в размере трёх окладов и так далее. Прошу поддержать данные поправки. Андрей Михайлович. Спасибо, уважаемые коллеги. Ещё раз хотел бы обратить внимание. Мы сейчас сделали индексацию стипендиального фонда. Заметьте, не стипендия, а стипендиального фонда. И вот обсуждать заявления отдельных министров, мне кажется, вообще это не очень актуально, когда мы ссылаемся на те заявления министров, которые нам нравятся, и почему-то не ссылаемся на те, которые нам не нравятся. На 4%. И пенсии, мы сегодня сказали, можем проиндексировать только на 4%. Вот давайте вдумаемся, что если мы сказали, что у нас главная задача по итогам пенсии проиндексировать на фактическую инфляцию, вот что является приоритетом? Вот мы смогли увеличить стипендиальный фонд. Пока на 4%. Будут возможности, будем рассматривать. Но я думаю, что все в зале здесь будут рассматриваться с точки зрения приоритетов. Поправку предлагается отклонить. Спасибо. Ставлю на голосование. Поправку 166. Включите режим. Покажите результат. Поправка отклина. Ну и, наконец, Алексей Викторович Корниенко докладывает по поправке 252. В списках на обеспечение жильем в настоящее время состоят более 200 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Время ожидания предоставления жилого помещения в зависимости от региона составляет от 3 до 12 лет. В бюджете ко второму чтению с учётом поправок предусмотрено строительство и приобретение жилья для этой категории около 6,9 миллиарда рублей. Минстроем на текущий год предусмотрена стоимость одного квадратного метра в среднем по стране 35 915 рублей. По становлению правительства 369 установлено 33 квадратных метра на одного проживающего человека. За счёт предусмотренных денег, исходя из этих норм, можно обеспечить жильём около 6 тысяч человек. За счёт 10 миллиардов рублей, которые указаны в поправке, можно обеспечить ещё 8,5 тысяч человек. Конечно, это не решает проблему обеспечения жильём всех сирот за один год, но очередь должна уменьшиться, а не расти. Данную поправку необходимо поддержать. Спасибо. Спасибо. Андрей Михайлович. Спасибо, коллеги. В постановлении Государственной Думы при принятии бюджета в первом чтении было сказано обеспечить неуменьшение размера финансирования в бюджете по сравнению с текущим годом. Эта задача решена, и в той поправке, которую мы с вами проголосовали на плюс, эти суммы восстановлены. Сейчас можно говорить, что нам бы хотелось на это выделить ещё 10 миллиардов, хотите честно, я бы, например, хотел бы выделить на неё гораздо больше, может быть, сразу бы решить всю эту проблему. А вот нету этих денег, и вы источника, простите, не даёте. Вы говорите, хорошо бы дать 10 миллиардов, хотите честно, я бы на эту тему дал бы миллиардов 50, и, может быть, закрыл, только у меня их нет. Если у вас есть, дайте, дайте, и примем обязательно тогда. Только пока источника нет, а пока источника нет, давайте всё-таки соизмерять возможности страны с решением проблем. Поправку предлагается отклонить. Спасибо. Ставлю на голосование поправку 252. Включите режим. Андрей Михайлович. Проголосуем вы после этого хотите? Хорошо. Покажите результат голосования. Поправка отклонена. Коллеги, мы рассмотрели все поправки. Я поставлю на голосование проект постановления, к которому поступила одна поправка. Поэтому две поправки, простите. Ставлю на голосование проект постановления за основу. Включите режим. Покажите результат. Проект постановления принимается за основу. Поправка депутатов Хайрулина, Школкина и Кулика. Коллеги делегировали Геннадия Васильевича Кулика. Доложите поправку. Поставьте обычный режим голосования. Имеется в зале, в Розвене. Николай Васильевич, посмотрите. Геннадий Васильевич Кулик, пожалуйста. Уважаемые коллеги, комитет обратил наше внимание на необходимость внесения некоторых поправок в распределение по направлениям, ассигнованиям, которые дали на сельское хозяйство. Мы просим добавить словами поддержка кредитования малых форм. Хозяйствование. Речь идет прежде всего о крестьянских и фермерских хозяйствах. Это в пределах тех ресурсов, которые выделены на государственную программу. Прошу поддержать эту поправку. Андрей Михайлович. Спасибо. Хотя вот в таком виде поправка на комитете не обсуждалась, но сам дух и содержание обсуждения, мы договаривались, что мы вернемся к уточнению этих вопросов, если понадобится, дает мне возможность сказать, что комитет поддерживает данную поправку. Спасибо. Ставлю поправку на голосование. Включите режим. За. 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 Покажите результат. Поправка принимается. Еще одна поправка. Александр Ильич Жуков докладывает поправку технического характера. Уважаемые коллеги, техническая поправка на пятой странице проекта постановления. Здесь сказано, что средства необходимы изыскать в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы культуры России, вместо федеральной целевой – государственной программы развития культуры России. Вопрос в терминологии. Андрей Михайлович. Да, коллеги, абсолютно технико-юридическая поправка. Нам уже юристы об этом указали. Мы думали это сделать к третьему. В общем, не то, что сказал Александр Ильич. Я предлагаю вот сейчас под стенограмму согласиться и внести соответствующую редакцию в проект постановления. Нет возражений, коллеги, если я. Ставлю на голосование включить режим. Поправку. Покажите результат. Поправка принимается. Ставлю на голосование проект постановления в целом. Включите режим. Законопроект принят во втором чтении. Спасибо. Андрей Михайлович Макаров. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич. Коллеги, у меня какая просьба. Мы сейчас работаем уже над ведомственной структурой, соответственно, их к пятницу внесём на третье чтение. Но если можно, сейчас в таком полном составе, когда здесь присутствует, хотел бы, может быть, одну вещь не по-регламе. Я хотел бы высказать слова глубокой признательности. В первую очередь аппарату Государственному Думу, сотрудникам, которые действительно дали возможность очень трудный бюджет проводить. Я хотел бы, на самом деле, поблагодарить сотрудников Министерства финансов. Я ещё раз говорю, вот даже не министра финансов, который, на самом деле, тоже много сделал, а вот просто сотрудников Министерства финансов, которые вместе с нами сидели буквально день и ночь здесь и вместе вот эту вот возможность сегодня рассматривать это сделали. Хотел бы поблагодарить сотрудников счётной палаты, которые провели уникальную работу, уникальный анализ. И вот те возможности, которые сегодня были внесены в этой поправке, 315 миллиардов, там вклад работников счётной палаты, огромный реально вклад. И, наконец, извините, хотел бы воспользоваться этой трибуной и сказать спасибо сотрудникам аппарата, комитета по бюджету. Потому что, действительно, они вынесли на себе вот эти вот два месяца на своих плечах. Им ещё предстоит это делать. Ну, а простите, а депутатов, членов комитета и всех тех, кто участвовал, благодарить, наверное, не буду, потому что это наша с вами работа. Хотя хотел бы сказать ещё раз огромное спасибо всем тем, кто участвовал в этой работе, тем, кто вынес сегодня поправки на голосование. И на самом деле, вот, должен сказать даже Дмитрию Владимировичу Ушакову огромное спасибо. Это дало возможность лучше это оценить. Впрочем, если бы, скажем, с семи заседаний комитета по бюджету во втором чтении, он бы присутствовал не только на одном, а на остальных, где рассматривались поправки. Может быть, мы сэкономили бы время. Ещё раз всем огромное спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Шестой вопрос повестки. Андрей Михайлович, не расслабляйтесь, вам ещё докладываться. Шестой вопрос. Проект федерального закона о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2016 год. Спасибо, коллеги. Я понимаю, что я надоел. Поэтому на самом деле бюджет Пенсионного фонда, вот сидит Антон Викторович Дроздов, вот если кто-то хочет что-нибудь сказать плохое о Пенсионном фонде, это к нему, а не ко мне. А мне остается только сообщить, что поступила всего одна поправка, которую Комитет предлагает принять. Спасибо. Коллеги, есть ли возражения по единственной поправке? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Андрей Михайлович. Поправка принимается. Ставлю на голосование проект закона во втором чтении. Включите режим. Покажите результат. Проект закона принят во втором чтении. Седьмой вопрос. Проект федерального закона о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2016 год. Андрей Михайлович Макаров. Спасибо. Уважаемые коллеги, на самом деле здесь у нас всего три поправки, из них две являются абсолютно юридико-техническими. А вот третья поправка, буквально одно слово пояснение. На самом деле эта поправка содержит гарантии выделения средств на решение той проблемы, о которой мы говорили. Технические средства реабилитации инвалидов. Мы надеемся, что вот в следующем году все эти проблемы наконец-то у нас решаются. И решаются не в ходе исполнения. Помните, как мы дальше, раньше делали, мы добавляли деньги по мере того, как они кончались. Вот сейчас мы дали источники под решение всей этой проблемы целиком в начале года. И вот жалко, что ушел Антон Германович, я хотел поблагодарить его. Было специальное освещение у председателя правительства, и у председателя правительства мы обсуждали вопрос о том, что необходимо. И вот хотелось бы обратиться к фонду с просьбой, огромной просьбой, что коллеги, вот все согласования по этим средствам, все расчеты должны пройти в этом году. Не надо ждать наступления следующего года. Мы договорились об этом у председателя правительства, с этим согласилось Министерство финансов. Давайте проведем все расчеты, и чтобы уже в январе, в самое позднее феврале, все эти средства прошли. Чем раньше проведем конкурсы, тем дешевле на самом деле будет решение проблемы. И вот этой проблемы, технические средства реабилитации, я надеюсь, начиная с 2016 года, в стране больше не будет. Мы приняли все необходимые решения. Наша задача теперь это проконтролировать. Поэтому в проекте постановления Государственной Думы, которое предлагается принять, мы предлагаем, чтобы Комитет по труду, социальной политике и ветерана совместно с Комитетом по бюджету осуществил мониторинг этой ситуации с тем, чтобы осуществить в полном объеме парламентский контроль. И, естественно, рекомендуем правительству в срок до 31 декабря, то, что я сказал, обеспечить разработку и принятие нормативно-правовых актов, необходимых для выполнения того решения, которое я вам доложил. Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы по таблице поправок номер один? Нет. Нет, ставлю на голосование таблицу. Включите режим. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Ставлю на голосование законопроект во втором чтении. Включите режим. Покажите результат. Законопроект принят во втором чтении. Восьмой вопрос. Проект федерального закона о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2016 год. Всё тот же, Андрей Михайлович Макаров. Это зато последний закон. Хорошо, коллеги. Здесь у нас две таблицы поправок. Таблица принятых состоит из одной поправки. Таблица отклонённых у нас состоит из трёх поправок. Поэтому на самом деле речь идёт об этих таблицах. Но перед тем, как перейти к таблицам, я хотел бы обратить ваше внимание на следующее обстоятельство. По фонду обязательного медицинского страхования есть проблемы. Проблемы очень серьёзные. Проблемы, которые мы отмечали с вами, когда рассматривали бюджет фонда обязательного медицинского страхования в первом чтении. И в первую очередь эти проблемы связаны с платежами за неработающее население. Сегодня совершенно очевидно, что регионы платят средства фонда обязательного медицинского страхования за неработающее население в гораздо большем объёме, чем это предстоит. Более того, по существу платёж этот определяется не тем, за кого надо платить, а за тех, кто не зарегистрирован в фонде, условно. Но, коллеги, сюда попадают все военнослужащие, члены их семей, МВД, другие организации. И получается следующее. Сначала за этих людей платят регионы, потом за оказанную услугу выставляются счета соответствующим ведомствам, и они платят второй раз. В результате у фонда образуется профицит, который в случае невыполнения обязательств переводится в федеральный бюджет. Таким образом, по существу осуществляется переброска средств из региональных бюджетов, о которых мы сегодня говорили, в бюджет федеральный. Но есть ещё одна, и поэтому на самом деле в проекте постановления мы говорили об этом. К сожалению, фонд обязательного медицинского страхования не выполнил те поручения, которые давала Государственная Дума в первом чтении. Скажу более того, под стенограмму мы видим, что с нами, с этими доводами фонд обязательного медицинского страхования соглашался в первом чтении. Сейчас у них возникли возражения. Поэтому предлагается одновременно с рассмотрением закона о бюджете фонда обязательного медицинского страхования принять постановление Государственной Думы, которое состоит из трёх частей. Первую я уже озвучил. Наконец, завершить сверку. Я подчёркиваю, сверку неработающего населения. Более того, очевидно совершенно, что здесь должны быть привлечены не только Федеральная налоговая служба, счётная палата, должны быть использованы данные фондов, естественно, все фонды, потому что это все в значительной степени, но должна быть проведена сверка с регионами. К сожалению, сегодня мы видим, как фонд практически игнорирует позицию регионов по этому вопросу. Сверка должна быть приведена, и об этом надо принять постановление Государственной Думы, обязывающее провести эту деятельность. Второй вопрос. Мы говорили с вами при рассмотрении бюджета фонда в первом чтении о том, что необходимо рассмотреть вопрос о коэффициентах, когда у нас оказывается, что коэффициент по оплате за неработающее население в Карелии чуть ли не в два раза больше, чем в Москве и так далее. Мы говорили о том, причём мы не предлагали решений, мы предлагали дать нам предложение, чтобы объяснить экономическую суть этих коэффициентов и посмотреть, где их можно разумно изменить. Вместо этого мы услышали только слова о том, ну если они платят, значит они больше и получают. Но они не могут эти средства заплатить. И мы переходим к третьей поправке, может быть, самой важной в проект пункта постановления. На сегодняшний день существует, с моей точки зрения и по мнению точки зрения комитета по бюджету, который поддержал эту позицию, совершенно антиконституционная норма в профильном законе, которая устанавливает, что если регион не заплатил до 20-го числа каждого месяца платёж за неработающее население, трансферт из фонда обязательного медицинского страхования ему не направляется. То есть это означает, ведь перевести можно, не перевести можно по разным причинам. Можно потому, что действительно денег нет, допустим, а можно из-за безалаберности любого чиновника. Но мы ставим норму, согласно которой за безалаберность чиновников, кстати, не только региональных, но и фонда обязательного медицинского страхования, как мы это видели при обсуждении этого в комитете по бюджету, получается, что мы лишаем людей бесплатной медицинской помощи, мы лишаем врачей тех средств, которые идут к ним на зарплату. Поэтому, коллеги, мы полагали и говорили об этом в первом чтении, что это необходимо рассмотреть. Добавлю к этому число 20-е. Мы задаём вопрос фонда обязательного медицинского страхования. Скажите, а если они вам переведут 21-го? Ну, конечно, мы им деньги переведём. Так вот, действующий закон запрещает переводить. И об этом им ясно говорила счётная палата. Надо менять ситуацию. А ведь основные доходные источники регионов – это прибыль и НДФЛ, налог на доходы физических лиц. Какие числа они поступают? А они поступают 28-го, 30-го числа, реально. Как может регион без своих основных источников 20-го это заплатить? Мы просили внести предложение, которое изменит эту ситуацию. К сожалению, в данном случае руководитель фонда при рассмотрении законопроекта во втором чтении сказала, что они категорически против этого возражают. Председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев на освещании с целым рядом губернаторов сказал, что по этому поводу он будет сам проводить освещание. Я надеюсь, что в данном случае эти вопросы получат реальное глубокое изучение и, естественно, будут наверняка приняты решения, которые необходимы в данном случае для того, чтобы решить проблемы, которые ставила Государственная Дума. Тем не менее, именно поэтому мы предлагаем порученческий пункт подготовить соответствующие предложения и внести их на рассмотрение до 31 декабря этого года. Регионы должны входить в Новый год, зная, а главное, не столько регионы, сколько население страны, что все средства, которые идут на бесплатную медицинскую помощь, которые должны быть выделены, те средства, которые должны идти на зарплату врачей, не будут зависеть от воли фонда или нерадивого губернатора. Именно поэтому мы предлагаем внести предложение об ответственности руководителей регионов за перечисление средств в фонд обязательного медицинского страхования. Это, на самом деле, две стороны одной медали. Одновременно усиливая ответственность, надо менять антиконституционную часть закона с тем, чтобы ни у кого из граждан нашей страны не возникло сомнения, что он может быть лишен права на бесплатную медицинскую помощь. Вот с учетом этих пунктов постановления мы предлагаем, естественно, с механизмом их контроля, мы предлагаем поддержать бюджет фонда обязательного медицинского страхования во втором чтении. Спасибо, Владимир Владимирович. Ну, прежде чем голосовать в проект постановления, проголосуем таблицы. Если вопросы по таблице поправок номер один не отставлено голосование, включите режим. Покажите результат. Первая таблица принимается. Есть ли вопросы по второй таблице? Ушаков, Дмитрий Владимирович, пожалуйста. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Прошу вынести на отдельное голосование поправки номер 2 и 3. 2 и 3. Спасибо. Ставлено голосование в таблицу поправок номер 2 без поправки 2 и 3. Включите режим. Покажите результат. Таблица принимается. Пожалуйста, Дмитрий Владимирович, Ушаков, поправка номер 2. Спасибо, Сергей Евгеньевич. К сожалению, заседания комитета проходили в региональную неделю, поэтому физически не все депутаты, в том числе и я, могли присутствовать на заседании комитета. Это форс-мажор, а не игнорирование своей работы в комитете. Это первое. Второе. Поправки. Поправками предлагается следующее. Из общего объема субвенций бюджетом территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов из общей суммы 1458 миллиардов рублей мы предлагаем выделить 5%. Это составит 73 миллиарда. Эти 73 миллиарда использовать как средство за достижение эффективности бюджетами территориальных фондов. Эта эффективность определяется как соотношение динамики показателей здоровья населения в каждом из субъектов, то есть смертность общая, а не от конкретных видов заболеваний, с динамикой используемых их территориальными здравоохранениями государственных активов. Понятно, что если немножко существует проблема по 20 числу, о которой Андрей Михайлович говорил очень подробно, но ситуация с данными поправками, их прелесть, так сказать, заключается в том, что они предлагают обратить внимание не на то, с кого и сколько берут, и верно ли это, а акцентируют внимание на влиянии на показателях здоровья, на снижение общего показателя смертности, то есть к переходу на отношение к поиску эффективности и отношение затрат к результатам в изменении здоровья населения. Это будет практическая польза как для населения, так и для руководителей здравоохранения областного и районного уровней, которые еще не потеряли желание добиваться лучших результатов в своей работе, что выражается, естественно, в снижении общего показателя смертности. В принципе, сейчас существует возможность в соответствии с постановлением пунктом 6 предусмотреть эти 5% как премия за эффективность. Но с 2012 года профильным министерствам ничего не делается в этом направлении, поэтому мы все-таки предлагаем эти средства выделить, они точно так же будут распределяться, то есть они не уйдут из системы ОМС, они там останутся, просто будут распределяться в те регионы, которые более эффективно достигают, используют в своей работе показатели эффективности. Спасибо. Уважаемые коллеги, я так понимаю, что цель вынесения этих вопросов в первую очередь объяснить, почему какой-то из депутатов не присутствует на седании комитета. Он увидит Бог, я никого не упрекал, коллеги. Наоборот, я считаю, что это право депутата участвовать в работе. Хотя хотел бы заметить, что Совет Государственной Думы принимал специальные решения о том, что с целью рассмотрения бюджета комитет по бюджету работает в региональную неделю. И, наверное, избиратели, безусловно, хотели бы знать о результатах работы, вот той самой работы по поправкам в бюджет, которые сегодня мы с вами рассматриваем. Но я еще раз говорю, это абсолютно личное дело, и здесь я не хотел бы никого учить. Второй вопрос, то, что относится непосредственно к поправке. Итак, нам предлагается средства, которые на самом деле являются счетными на бесплатную медицину, на зарплату. Это счетные средства. Вот взять и отрезать у них 5% и направить их на примирование. Из поправки, правда, не видно, кого будем примировать. Примировать граждан, проживающих в этом регионе, где со смертностью получше, чем в соседнем регионе, или примировать фонд обязательного медицинского страхования, что у него такие лучшие показатели. На самом деле поправку можно прочитать и так, и так. Поэтому в данном случае на этом не столь принципиально. Вот скажите, пожалуйста, средства, которые идут на бесплатную медицинскую помощь, можно ли примировать какой-то другой регион за счет того, чтобы снизить эти средства по региону, где ситуация хуже? Вот давайте мы сейчас будем говорить не о поправках, а о здравом смысле. Это считанная позиция. На самом деле мы можем говорить о нормативах, которые надо смотреть. Потому что на самом деле далеко не всегда эти нормативы обоснованы. Но сказать, давайте еще снимем 5% и перераспределим. А, кстати, я не удивлюсь, если все-таки будем примировать. Нам же говорят о том, что за хорошую работу. За хорошую работу население не примирует. За хорошую работу примирует подразделение ФОМСа. У нас были такие предложения, мы их отклонили. Эти тоже предлагается отклонить. Вставлю на голосование поправку номер 2. Включите режим голосования. Поправка номер 3. Это круто. Покажите результат. Поправка отклонена. Дмитрий Владимирович Ушаков. Поправка номер 3. Одну минуту поставьте. Ну, в принципе, я по обеим сразу, поэтому... Ставлю на голосование поправку номер 3. Включите режим. Покажите результат. Поправка также отклонена. Ставлю на голосование законопроект во втором чтении. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект принят во втором чтении. Андрей Михайлович, вы не претендуете больше сегодня стоять на трибуне? Просто хотел сказать только одно. Всем огромное спасибо. Я надеюсь, что на какое-то время я вас от своего присутствия избавлю. Да. Коллеги, давайте поблагодарим Андрея Михайловича. Он сегодня поработал больше, чем кто-либо другой. И давайте вообще его отпустим сегодня домой отдохнуть на полдня. Нет? Да, Андрей Михайлович. Отдохните. Почитайте в подлиннике Дмитрия Ивановича Менделеева. И даже проведите опыты. Спасибо. Продолжаем работать. Девятый вопрос. Проект федерального закона о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профильных заболеваний на 2016 год. Докладывает Валерий Владимирович Трапезников. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, законопроект, принят Государственным Думом в первом чтении 13 ноября 2015 года, прошел правовую лингвистическую экспертизу и подготовлен к рассмотрению во втором чтении. К законопроекту поправок не поступило. И в случае принятия законопроекта во втором чтении, комитет рекомендует принять его и в третьем чтении. Спасибо. Выносим на час голосования. Десятый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона о минимальном размере оплаты труда. Накладывает Михаил Васильевич Тарасенко. Микрофон с места. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, к законопроекту о внесении изменений в минимальный размер оплаты труда по правах ко второму чтению комитет не поступило. В связи с этим предлагается указанный законопроект принять во втором, а затем и в третьем чтении. Доклад окончен. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосования. Одиннадцатый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 33 федерального закона об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации и федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты России по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения. Ирина Валерьевна Соколова. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроекта предлагается продлить на 2016 год моратория на формирование накопительных пенсий, то есть в следующем году все страховые взносы в полном объеме будут направляться в пенсионный фонд для формирования и выплаты страховых пенсий. Ко второму чтению поступило 6 поправок, 3 из них рекомендуются комитетам к принятию, они носят юридико-технический характер, 3 поправки рекомендуются к отклонению. Прошу поставить на голосование таблицу поправок и принять законопроект во втором чтении. Спасибо. Есть ли вопросы по первой таблице? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Первая таблица принимается. Есть ли замечания по второй таблице? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Вторая таблица также принимается. Ирина Валерьевна, пожалуйста. Уважаемые коллеги, в случае принятия законопроекта во втором чтении комитет просит включить его для рассмотрения в третьем чтении на 4 декабря. Спасибо. Мы выносим на час голосование. По ведению Александр Георгиевич Тарнавский. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Для стенограммы по пятому вопросу повестки дня при голосовании за постановление в целом о проекте федерального бюджета, о федеральном бюджете на 2016 год фракция «Справедливая Россия» по списку голосовала против секретариат. Передам список депутатов, чтобы не называть поимённо. Спасибо. Спасибо. Прошу учесть. Двенадцатый вопрос. Проект федерального закона. Внесение изменений в федеральный закон о приостановлении действия положения отдельных законодательных актов России в части порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат пособий и компенсаций и признаний утратившим силу федерального закона о приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона Государственной гражданской службы Российской Федерации в связи с федеральным законом о федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов. Виктор Алексеевич Казаков. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, данный законопроект подготовлен к рассмотрению во втором чтении, о замечаниях законопроекта не имеется. Подготовлены две таблицы поправок к принятию и к отклонению. Просьба рассмотреть таблицы поправок. Спасибо. Спасибо. Вопрос по таблице поправок номер один день. Это одиннадцатый. У меня есть. А, вот. Коллеги, есть ли вопросы по первой таблице? Нет. Нет, ставлю на голосование. Вторая есть. Да, да, да. Вижу. Покажите результат. Первая таблица принимается. Есть ли вопросы по второй таблице? Нет, ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Вторая таблица принимается. Виктор Алексеевич, пожалуйста. Просьба рассмотреть и принять данный законопроект во втором чтении. В случае принятия законопроекта во втором чтении, он подготовлен к рассмотрению в третьем чтении. Просьба рассмотреть данный законопроект в третьем чтении 4 декабря в пятницу. Спасибо. Выносим на час голосование. 13. Проект федерального закона о приостановлении действия части 2 статьи 43 Закона Российской Федерации о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их семей в связи с федеральным законом о федеральном бюджете на 2016 год. Роман Юрьевич Романенко. Микрофон с места. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроект был принят в первом чтении 13 ноября текущего года. К законопроекту поступила одна поправка лингвистического характера, которую Комитет по обороне рассмотрел и включает в таблицу номер один поправок. Законопроект доработанный с учетом поправок из таблицы номер один прошел правовую экспертизу, правовое управление Государственной Думы, аппарат Государственной Думы, замечаний к нему не имеет. Поэтому, уважаемые коллеги, Комитет по обороне законопроект поддерживает и рекомендует принять его во втором чтении. Спасибо. Есть ли вопросы по первой таблице? Нет, ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Таблица номер один принимается. Роман Юрьевич Романенко, пожалуйста, еще микрофон. В случае принятия закона во втором чтении мы предлагаем сегодня принять федеральный закон в целом. Все необходимые документы для этого подготовлены и права экспертизы проведены. Поэтому прошу поддержать. Спасибо. Выносим на час голосование. 14 вопрос. Проект федерального закона о приостановлении действия федерального закона о базовой стоимости необходимого социального набора в связи с федеральным законом о федеральном бюджете на 2016 год. Год докладывает Руслан Гранидович Тихонов, пожалуйста. Микрофон. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, к угазовым законам проекта ко второму чтению поправок не поступало. Он полностью готов принять его во втором чтении. И Комитет по финансовому рынку предлагает принять его во втором чтении. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосования. 14 вопрос в повестке. 15 вопрос. Проект федерального закона о приостановлении действия абзаца 1 пункта 3 статьи 14 федерального закона об объектах культурного наследия народов Российской Федерации с федеральным законом о федеральном бюджете на 2016 год. Докладывает Загура Ягануровна Рахматулина, пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, в ходе подготовки данного законопроекта ко второму чтению поправок в Комитет не поступило. Мы имеем положительное заключение правового управления аппарата Государственной Думы. И Комитет предлагает принять данный законопроект во втором чтении. Если законопроект будет принят во втором чтении, комитет рекомендует данный законопроект к рассмотрению, и в третьем чтении он полностью готов. Спасибо. Выносим на час голосование следующий, 16 вопрос повестки. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации и отдельные законодательные акты России. Сергей Иванович Фургал, микрофон. Данный законопроект был принят Государственной Думой в первом чтении 13 ноября. Ко второму чтению законопроекта поступило 11 поправок, которые были обсуждены на заседании Комитета 19 ноября. Из них 5 включены в таблицу номер 1, то есть поправки, рекомендованные к применению, 6 включены в таблицу номер 2, не рекомендованные к применению. На законопроект получено положительное заключение правового управления аппаратом Государственной Думы. Уважаемые коллеги, просим вас в установленном порядке рассмотреть таблицу 1.2 и поддержать принятие законопроекта. Спасибо. Если вопросы по таблице поправок номер 1, не отставлено голосование, включите режим. Покажите результат. Первая таблица принимается. Если вопросы по второй таблице нет, ставлено голосование. Включите режим. Прошу, отмените голосование. Прошу записаться. Отмените голосование. Прошу записаться на вопросы по второй таблице. Включите режим записи. Покажите результат. Наталья Ревна, Петухова. На отдельное голосование просим вынести 3, 4, 5 и 6 вопросы. Да, поправки. Спасибо. Спасибо. Ставлю на голосование таблицу номер 2. Без поправок 3, 4, 5, 6. Включите режим. Покажите результат. Вторая таблица принимается. Наталья Ревна, Петухова. Поправка номер 3. Или все вместе? Все вместе. Эти поправки взаимосвязаны. Они относятся к изъятию средств из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на финансирование высокотехнологичных видов медицинской помощи и на передачу дотации в федеральный бюджет. Это положение было установлено на 2015 год, а рассматриваемым законопроектом переносится на 2016 год. Таким образом, 188 миллиардов рублей изымается из Фонда обязательного медицинского страхования. Мы считаем, что это неправильно. Эти средства нужно оставить в Фонде и таким образом обеспечить индексацию заработных плат медицинских работников, а также сократить очереди в поликлиниках за номерками. Прежде всего, к специалистам, которые иногда бывают неделями и месяцами приходится ждать получения такого номерка. А что касается высокотехнологичной медицинской помощи, то не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, то ее нужно финансировать напрямую из федерального бюджета. Прошу поддержать эти поправки. Спасибо. Сергей Иванович Фургал. Уважаемые коллеги, в поправке предлагаю свернуться к финансированию на федеральный бюджет. В принципе, мы не против, но та существующая схема, которая существует на сегодняшний день, она вполне работоспособна. Единственное, что мы категорически против передачи этих средств в более низовые структуры, скажем, в край, в субъекты. Поэтому мы не видим тут причин, по которым нужно сейчас изменять действующую систему, тем более она работает. И 10 декабря у нас будут большие парламентские усушения, в том числе и по этим вопросам. Поэтому мы приглашаем депутатов прийти к нам и еще раз, может быть, в спокойной обстановке обсудить все и принять какое-то решение. Спасибо. Напоминаю, это поправки из таблицы номер 2. Ставлю на голосование поправку номер 3. Покажите результат. Поправка отклонена. Ставлю на голосование поправку номер 4. Включите режим. Покажите результат. Поправка отклонена. Ставлю на голосование поправку номер 5. Включите режим. Покажите результат. Поправка отклонена. Ставлю на голосование поправку номер 6. Включите режим. Покажите результат. Покажите результат. Поправка отклонена. Законопроект выносим на час голосования. Поправка отклонена. Сергей Евгеньевич, можно пометить, что по пятому вопросу в проекте федеральный бюджет на 2016 год депутаты Вороненков, Доровин, Тарнаев, Тетекин, Черкесов и Ющенко голосовали против. Спасибо. Спасибо. Прошу учесть. Коллеги, время 16.14 часов. Давайте сделаем перерыв и продолжим работу в 16.00. Продолжение следует... Продолжение следует...